Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена вакцинации. И мы поговорим именно о вакцинации во время пандемии COVID-19. Сегодня у нас в студии замечательный доктор Якунина Дарья Владимировна, заведующая детской поликлиникой номер 9 детской городской клинической больницы города Ульяновска. Здравствуйте! Здравствуйте! Дарья Владимировна, ну вот первый мой вопрос, как уже и наша тема, я озвучил ее. Безопасно ли проводить вакцинацию от гриппа во время именно пандемии коронавирусной инфекции? Ну, ваше мнение? Ну, все мы должны понимать, что это новая для нас инфекция для всех, и, соответственно, мы получаем информацию в настоящем режиме, да, в режиме текущего времени. И достоверных данных, как бы, у нас особо нет, поэтому мы сейчас работаем в обычном плановом режиме, только, естественно, с сохранением всех мер предосторожности, санэпид-режима и всех правил вакцинации. Плюс еще, конечно, мы должны здесь учитывать эпид-анамнез, да, окружение человека, которого мы собираемся вакцинировать. Но вакцинация идет, прививочная кампания идет, мы прививаем, и сами прививаемся, и все должны прививаться. Ну, понятно. Но, вообще, Дарья Владимировна, у нас достаточно высокий процент привитости должен быть, да? Да. И это на самом контроле и у министра, и у губернатора, потому что, на самом деле, этому уделяется огромное значение, и особенно этому подлежат группы риска, так называемые, да? Да. Давайте прямо обозначим, кто входит в группу риска. Ну, если мы говорим о... Ну, давайте о взрослых людях, да? И о детях. Вакцинация от гриппа, это группа риска, это всегда дети до 3 лет. Вакцинацию от гриппа можно проводить с 6-месячного возраста. И это люди с хроническими заболеваниями, это в основном бронхолегочная система, сердечно-сосудистая система. И это лица старше 65-ти. Ну, и, соответственно, инвалиды. Ну, еще к этой категории просто относятся еще, конечно, беременные. Да, беременные и призывники тоже. И призывники и работники образования медицины, конечно, да. Ну, мы, в принципе, все с вами обозначили. Ну, Дарья Владимировна, тогда давайте скажем, какой нужен подход к тому, чтобы идти на вакцинацию? То есть, как человек должен подготовиться? Ну, может быть, и морально, и физически, как вы считаете? Ну, особой подготовки к вакцинации нет. Человек, самое главное, должен быть здоров. Не проводится вакцинация в период обострения хронических заболеваний и при острых заболеваниях. То есть, если это ОРВИ с повышением температуры, в это время лучше отложить вакцинацию до выздоровления. Как только вы выздоравливаете, можно прийти и привиться. Ну, в любом случае, когда пациент придет к врачу, будет медосмотр, осмотр, соберется анамнез, да, и все это все равно выявится. Поэтому лучше, конечно, если вы чувствуете какое-то недомогание, или вы знаете, что у вас обострение, как вы сказали, хроническое заболевание или острое какое-то заболевание, лучше, конечно, не надо идти на вакцинацию, немножко подождать, да, или подождать, когда вас вызовут, да, так тоже еще можно. Так тоже можно. Так тоже можно. Но вот все-таки есть много мифов, да, вот о прививках тоже от гриппа. Давайте немножко, как бы, развеем эти мифы. На самом деле, ведь, вот, ваше мнение из вашей практики тоже, ведь они довольно хорошо переносятся, да, побольше их там абсолютно практически нет. Давайте вот об этом расскажем людям, чтобы не было каких-то там страхов. Ну, нужно думать всегда о том и знать, что вся вакцина, она аккредитована, проверена, протестирована. То есть мы получаем вакцину, с которой мы должны, ну, как сказать. Ну, с которой мы работаем, да, уже не первый год. Уже не первый год. Это все проводится через научные исследования. Соответственно, вакцина хорошая. Любая вакцина отечественного производства или импортного производства, она вся дает достаточно хороший иммунитет после вакцинации. Легко переносится, не дает практически никогда побочных эффектов. Ну, давайте тогда еще скажем, вот вы уже заикнулись об этом, да, что она, значит, дает на иммунитет, влияет, да, то есть в хорошем смысле слова. Как еще вообще влияет эта вакцина? Что, для чего мы это делаем? Ну, в любом случае всегда у нас же ежегодная вакцинация от гриппа. Перед каждым сезоном проводят исследования, где ученые предполагают, да, какой грипп в этом году ожидается. И плюс еще наиболее распространенные штаммы гриппа, вот они и входят в основную в вакцину. В любом случае, после того, как вы вакцинировались, иммунитет будет вырабатываться от этих видов гриппа. Плюс еще, естественно, так как количество штаммов гриппа очень много, да, и в любом случае... Более 50, по-моему, да, штаммов? Да, от, как бы, от всех видов гриппа может быть невозможно в одну вакцину все-таки поместить. Но сопротивляемость повышается. Агент, но сопротивляемость однозначно повышается и не только против гриппа, но и просто от сезонных ОРВИ. В любом случае, это идет повышение иммунитета, но нужно помнить, чтобы выработался хороший иммунитет, нужно проявляться ежегодно. Ну, опять же, нельзя об этом не сказать, да? Вот сама по себе вакцинация от гриппа – это очень важно, очень полезно. Но, тем не менее, все-таки от того образа жизни, который ведет пациент, тоже очень зависит. И это касается и детского возраста, и взрослого человека, да? Да, конечно. То есть, поэтому какие-то вот вредные привычки, там, здоровый образ жизни, да? Значит, как-то занятие физической нагрузкой, какой-то активностью. Несмотря на то, что сейчас вот такое, ну, как некоторые называют, ковидное время такое, да? Тем не менее, надо заниматься собой, да, обязательно? Естественно, следить за питанием, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений, влажная уборка помещений. Это всегда были азами, да, профилактики любых простудных вирусных заболеваний. Ну, соответственно, правильное питание и активный образ жизни. То есть, они, в принципе, все вот эти вот составляющие, они просто дополняют саму вакцинацию, да? Да, человек уже практически на 80% будет еще на 100%, правильно? Ну, да. Ну, да, Владимир, наверное, вам больше, как бы, знакомы в село специфики вашей работы, наверное, больше все-таки детства, да, педиатрия. Поэтому я хочу спросить, вот есть план вакцинации, да? Ну, особенно вот детям этого. Я не говорю там, не будем сейчас прочитать, какие рубрики, вот. Но все-таки, как вы считаете, насколько он важен, этот план вакцинации, насколько важно его соблюдение, этого плана вакцинации? Может быть, как-то вот сейчас, пользуясь случаем, обратитесь к родителям, которые, может быть, как-то скептически относятся к этому? Ну, нужно сказать, во-первых, что вот это ковидное время, про которое мы говорим, оно, наверное, дало почву для размышлений, в том числе и тем людям, и тем родителям, которые долгое время отказывались. На самом деле, мы на практике видим, что очень многие задумались о важности проведения вакцинации и стали обращаться родители детей, которые долгое время не прививались совсем, не только от гриппа, но и от других инфекций, которые прописаны в национальном календаре. Да, нужно знать, что существует национальный календарь вакцинации, в котором расписаны возраста и прививки, которые должны быть сделаны в этом возрасте. Соответственно, этому национальному календарю и, соответственно, населению, которое прикреплено к лечебному учреждению, рассчитывается план, то есть кому, в каком возрасте, когда мы должны сделать какую прививку. Соответственно, этому плану участковая служба, врач или медсестра вызывает своего пациента, маленького или взрослого, на вакцинацию. Выполнение этого плана нужно для того, чтобы мы вовремя все это сделали, мы не пропустили дату вакцинации или время вакцинации, и чтобы у нас выработался иммунитет вовремя, правильно, и если у нас будет, чем большее количество привитого населения, соответственно, тем больше прослойка иммунная население, это, как называемый такой коллективный иммунитет, да, то есть таким образом мы боремся с вакциноуправляемыми инфекциями, мы не даем им распространяться и поднимать голову. Вакцинации победили большое количество инфекций. Конечно, безусловно. Но вот еще такой вопрос, мы с этого, в принципе, начали, да, но все-таки вот продолжение этой темы. Вот коронавирусная инфекция, да, и мы делаем вакцинацию от гриппа. Соответственно, это же сделано не просто так, да, это сделано для того, чтобы действительно обезопасить население. И в целом, вот чем тогда опасно, если встретится грипп и коронавирус? Вот почему именно мы делаем сейчас акцент на том, чтобы вакцинация от гриппа сейчас очень важна именно вот в это время? Ну, нужно сказать, что любая вакцина, вот люди боятся, да, а вдруг мы были в контакте, потому что, ну, не всегда все знают. Нужно думать о том, что если человек привит, то выработка поствакцинального иммунитета, она не повлияет на течение болезни, как и наоборот, течение болезни, то есть если это будет продромальный период, да, период, когда человек якобы уже болен, но у него нет проявлений, в это время сделать вакцинацию, то есть эти два процесса выработки иммунитета, они друг на друга не влияют. Но вот если человек больной гриппом встретится с ковидом или наоборот, конечно, это уже у нас получится микс инфекция, супер инфекция, да, как мы ее называем. То есть вероятность осложнений здесь более высокая? Я думаю, что она в разы выше, безусловно. Ну, поэтому, конечно, вот мы еще раз хотим акцентировать на этом, да, что вакцинации от гриппа нужно подойти очень серьезно, да, если действительно у вас есть какие-то хронические неинфекционные заболевания и соответствующий возраст, да, все-таки лучше себя обезопасить, да, и сделать эту вакцинацию. Да. Вот, но мы сказали про группу риска, да, а можно ли вот простому человеку, да, который, ну, не то же простому человеку, а просто человек считает себя абсолютно здоровым, да, вот нужно ли ему вакцинация от гриппа? Давайте вот все-таки вот еще об этом скажем. Но вакцинация от гриппа нужна любому человеку. Любому человеку, все. Любому человеку, да. И если вдруг вот так случилось, что вас никто не пригласил, или вы там, например, ну, не владеете информацией, то вы можете обратиться в ваш лечебный через день, к которому вы прикреплены, к вашему участковому доктору с этим вопросом. Доктор вас осмотрит, и я думаю, что никогда не откажет вам в проведении вакцинации. Конечно. Ну, давайте еще тоже... Если нет противопоказаний, соответственно, на данный момент. Ну, вот еще тогда такой вопрос, что у людей тоже часто они думают, вот я сейчас сделал прививку от гриппа, а вдруг будут какие-то вот там, у кого-то были какие-то явления неприятные, там, может быть, повышение температуры, там, или там головная боль, еще что-то такое, или слабость, там. Но, как правило, это вот эти симптомы, если когда-то у кого-то там были, то начинаешь выяснять, это абсолютно даже с вакцинацией-то не связано, да? Да, чаще всего. Просто наслаживается одно на другое, и человек уже начинает, и получается такое своеобразное сарафанное радио, да? Вот у человека там было, у этого человека было. Давайте вот скажем, что может испытать человек после вакцинации от гриппа? Ну, после вакцинации от гриппа, как и после любой другой вакцинации, Ну, что допустимо, допустимо, в принципе. Да, есть общие местные реакции. Это может быть небольшая боль в месте инъекции, небольшое, плотнее гипотермия. Ну, даже гипотермия небольшая может быть такое попроснение. Да, да, это может быть незначительное повышение температуры в первые там сутки после вакцинации, может быть небольшая слабость, вялость. В принципе, это реакция на любую вакцину, не конкретно на какую-то определенную, или именно от гриппа, это прописано во всех инструкциях любой вакцины, и это может быть, это обычно проходит в первые сутки. Вот и все. Ну, мы тоже, вот я, кстати, тоже как руководитель учреждения, да, первичный звенок, как говорится, да, тоже сам себе сделал тоже прививку от гриппа, и мы это показали в соцсетях, то есть абсолютно, то есть своим примером тоже показали людям, что это абсолютно безопасно, пожалуйста, делайте. То есть мы, и в принципе, вот мы медработников привили 100%, да, образование привили тоже 100%. И так, в принципе, у нас каждая городская поликлиника в этом плане не отстает от другой, и мы на самом деле все это делаем, и считаем, что это очень правильно, потому что вот именно вот эта группа риска, они должны быть привиты. Потому что мы же работаем с людьми непосредственно, поэтому вот безопасность. Ну, если уж мы с вами не будем прививаться и заболеем тогда, и прививать, и лечить будет некому. Ну, действительно, сейчас ситуация такая очень непростая, вот с этой коронавирусной инфекцией, но я считаю, что мы все вместе, вот если мы объединимся, вот в какой-то, в какой-то степени и пациенты, и медицинское сообщество, вот я немножко в такую хочу тему перейти, да, то, конечно, тогда мы победим эту, как говорится, заразу, да, потому что, в принципе, когда есть, мы же все любим доктора, когда пациенты соблюдают наши правила, да, соблюдают наши рекомендации, да, лечения, там, рекомендации по образу жизни и так далее, так далее. Вот и мы сегодня тоже по теме вакцинации мы тоже говорим, да, нужно вакцинацию сделать от гриппа, сделайте, пожалуйста, и посоветуйте своим родственникам. И причем, вы уже сказали об этом, любой человек может абсолютно прийти в поликлинику и сказать, я хочу сделать прививку от гриппа. И, в принципе, вот ему зеленый свет сразу, да, специально, значит, терапевт его посмотрит, там, буквально несколько минут, да, полностью все, там, медосмотр занимает очень небольшое время, промежуток, и идет в кабинет, поднимается, там, да, или... Ну, в прививочный. Он так называется, прививочный кабинет, обязательно поставит вам отметку, что вы привились, это тоже очень важно. Да, это важно. Что еще можете добавить на эту тему? Ну, можно по детству что-то еще скажете, вот, может быть, мы заикнули, что план есть прививок, да, вот, для детей. Насколько все-таки вот, на ваше мнение, достаточно ли вот того отношения родителей вот к выполнению этого плана, или все-таки недостаточно? Ну, не всегда достаточно. Приходится убеждать как-то? Ну, сейчас, наверное, может быть, в связи с тем, что у нас вот как раз развивается масс-медиа, что у нас есть у многих аккаунтов в соцсетях, и у лечебных учреждений есть, и мы там еще выносим какую-то информацию. Больше, наверное, идет все-таки сдвиг в положительную сторону по отношению к вакцинации. Мы уже не слышим слов про этот же план, да, что это нужно нам. Нет, мы всегда говорим, что это нужно вам, вашим детям. Вот. Нужно правильно воспринимать информацию, правильно относиться к состоянию своего здоровья и со здоровья своего ребенка, ну, и взрослого человека. Вакцинация нужна, важна. Самое главное, нужно знать, что сейчас существует много разных вакцин, во-первых, и много разных схем вакцинации. И если, как бы, есть какие-то противопоказания, есть какие-то сомнения, мы всегда пойдем навстречу и разработаем индивидуальный план, да. Если вы, мама, например, не хочет в день, там, две сделать вакцину, давайте пойдем по другому пути. Но в любом случае, я всегда всем говорю, мы делаем прививку только на фоне полного здоровья. Мы никогда не сделаем, если мы сомневаемся. И мы всегда с вами подумаем, как лучше будет для вашего ребенка сделать, но чтобы это было сделано. Потому что это очень важно и нужно. Потому что потом получается, что какая-то экстренная ситуация случается, та же травма или ожог, да, никто от этого не застрахован. И в экстренном порядке приходится делать, там, вакцинация от столбняка, например, да, то же самое. Вот, об этом нужно думать заранее. Ну, и АДСМ тоже, от дифтерии столбня. Ну, да, да, делать все нужно вовремя. А вот сейчас вакцина от гриппа, это СОВИГРИП, да, идет? Да, у нас, да. Опробированная, там, она действительно уже много лет опробированная. И абсолютно никаких противопоказаний практически нет, там, и побочных нет. Поэтому, на самом деле, вот чем она характерна? Она четырехвалентная, по-моему, да, СОВИГРИП? Да. И поэтому оптимально она вот на те штаммы, которые, да, необходимы, они как раз влияют. Да, как раз она разработана для сезонного гриппа. И от самых вот распространенных штаммов гриппа они все туда входят. Бояться ее не нужно. Хорошо. Ну, и, может быть, в заключении программы какие-то такие добрые советы, пользуясь случаем, да, тоже, родителям, там, детям как-то. Потому что, действительно, сейчас такая рутинная у нас работа, да, абсолютно. И, может быть, где-то не всегда находится время для такого, ну, широкого общения с пациентами. Хотя, конечно, разговаривать с пациентами нужно, я всегда об этом говорю. И иногда вот какие-то, если даже бывает, немножко другой темы коснемся, да, это вот эти, кодионтология даже. Но это тоже неразрывно связано, да, с любой темой нашей программы. Значит, ведь иногда вот какие-то претензии или какие-то жалобы, они возникают из-за того, что человек просто недосказали или что-то недоговорили. Или недообъяснили что-то, да. И, по сути дела, не стоит даже каких-то споров. И когда человеку объясняешь, и все как положено, и он довольный уходит, и никаких жалоб ничего нет. Правильно сказали? В соцсетях сейчас... Информации много. На самом деле много, и человек это все поглощает. И написать можно куда угодно, да, и позвонить можно куда угодно. И мы даже делаем все для того, чтобы это действительно было возможно, чтобы человек мог куда угодно и позвонить, и написать. Но, тем не менее, вот это, конечно, сильно отвлекает медработников, да, и нас в такое непростое время. Но, тем не менее, вот все-таки какие-то такие добрые советы, что вы скажете, вот, что посоветуете? Ну, чаще всего, конечно, любой человек теряется, когда приходит к доктору, да. Но все-таки, может быть, у него было много вопросов, и вот он пришел, растерялся, забыл спросить, и потом, на самом деле, он где-то недослышал, где-то недопонял, где-то, может быть, ему недосказали. Поэтому вот я всегда советую, напишите на листочке, или там... Ну, как подсказка такая, да, предприем. Подсказку, все вопросы, особенно это касается молодых мам, очень теряются, забывают вопросы. Прям по пунктам все, что интересует. Да, всегда говорю, пишите по пунктам, и мы с вами все разберем. Что касается обращений, да, конечно, тоже всегда говорю, начните с нас, потому что мы на месте, это все проще решить. Всегда решиться, конечно, конечно. Мы всегда за то, чтобы помочь. Все, что в наших силах, всем арсеналам обследований, исследований, мы всегда готовы, рады помочь, конечно, в рамках стандартов оказания медицинской помощи, но все-таки проще начать всегда с нас. Ну, и, наверное, как мы уже с вами и проговорили, нужно быть осторожными, нужно заниматься собой, вести правильный образ жизни, исключать вредные привычки, правильное питание, активное времяпровождение и обязательно проветривание помещений, влажная уборка. Ну, и беречь себя и своих близких, как всегда. Очень хорошо, спасибо большое. Ну, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, до новых встреч, берегите себя, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин